Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на канале Дарыновский музей Дети. И сегодня я с большим удовольствием расскажу об одной уникальной, удивительной рыбе. Вообще, наверное, каждое животное по-своему уникально и удивительно. Мы уже рассказывали про разных необычных рыб. Мы, например, рассказывали про бычка глаза, у которого голова прозрачная и ярко зеленые, похожие на две очки глаза или на бинокль. Мы рассказывали про камбулу, которая меняет свой свет. Мы рассказывали про рыбу с зубами на глазах, самую крупную рыбу китовую акулу. И вот список этих удивительных, странных, загадочных, необычных рыб можно продолжать до бесконечности. И сегодня она стала очередь еще одной странной, удивительной, необычной, самой-самой рыбы, которая называется сельдяной король. Вообще, эта рыба множество всяких названий. Называют сельдяной король, называют ремень-рыба или ремни-тел, называют рыба-весло. И все эти имена у нее не случайно. Ну а еще эту рыбу нередко называют рыбой судного дня или предвестником катастрофы. Почему так? Давайте попробуем с вами разобраться. Вообще рыба это удивительно в первую очередь своим необычным размером. Представьте себе, что это самая длинная костистая рыба вообще, которая живет на нашей планете. Ее длина составляет по разным оценкам или до 11 или по некоторым оценкам даже до 17 метров. Она действительно не случайно называется ремни-тел, потому что тело ее по своей форме напоминает ремень или ленту. Она очень длинная и вытянутая. И при такой большой длине его толщина составляет всего на всего несколько сантиметров. Рыба это называется еще и сельдяным королем. Почему такое странное имя? Ну, во-первых, почему сельдяной? Потому что норвежские рыбаки, а эта рыба была описана в Норвегии, нередко встречали эту рыбу. Ну как нередко? Эта рыба вообще на самом деле встречалась людям не так уж и часто. Но тем не менее ее видели в косяках сельди. Ну и поэтому эпитет сельдяной закрепилась за этой рыбой. Почему же король? Ну, по сравнению с сельдью, эта рыба действительно выглядит совершенно по-царски. Во-первых, благодаря своему огромному размеру. Во-вторых, благодаря тому, что у нее есть на голове очень своеобразное украшение, напоминающее султан, состоящее из нескольких длинных ярко-красного цвета лучей спинного плавника. И вообще эта рыба необычайно красива. И все, кто ее видел живьем, они были поражены ее необыкновенной красотой. У нее ярко-красные плавники, у нее украшения. Это, во-первых, вот этот султан на голове. Во-вторых, у нее длинный спинной плавник, в котором порядка 400 и даже более лучей. Этот плавник ярко окрашен. У нее брюшные плавники имеют очень необычную форму. Они состоят из одного очень длинного луча и заканчиваются такими утолщениями. Действительно, по форме напоминают весла. Поэтому эту рыбу еще называют рыбовесло. Действительно, такое ощущение, что у рыбы внизу на брюхе есть два весла, которыми можно грести в процессе передвижения. Но на самом деле, конечно, этими плавниками она для передвижения не пользуется. Для передвижения, в основном, у нее используется спинной плавник. Он совершает такие волнообразные медленные движения, что позволяет рыбе двигаться. То есть рыба действительно очень красива, очень необычна, и всегда людей она потрясала. В науке эта рыба стала известна только в 1772 году. Она была описана Петером Асканиусом по двум экземплярам, которые были выброшены на берег в Норвегии. То есть, это были уже неживые рыбы. Это были мертвые рыбы, которые выбросила прибоем на берег в 1765 и в 1769 году. И вот по этим двум экземплярам, ну, наверное, не очень-то хорошо сохранившимся, потому что все-таки рыбы уже были неживые, ученые и описал этот вид рыб. И вообще долгое время ученые имели дело только с неживыми уже рыбами, выброшенными на берег, и у них не было возможности наблюдать эту рыбу в ее естественной среде обитания живьем. Хотя, на самом деле, вот для науки она стала известна в конце 18 века, но очевидно, что моряки издавна с ней встречались, и внешний вид этой рыбы их поражал. И поэтому возникали различные легенды. Считается, что именно эта рыба послужила прототипом того самого страшного ужасного морского змея, который нападал на моряков, опрокидывал их лодки и корабли и съедал, соответственно, команду. Но если мы с вами посмотрим на эту рыбу более внимательно, то мы поймем, что на самом деле в этой рыбе нет ничего для человека опасного и ужасного. Она, пожалуй, может испугать только своими необыкновенными размерами. Давайте посмотрим внимательно на ее голову. Во-первых, у нее очень необычная форма головы. Голова у нее очень маленькая. Такое ощущение, что она спереди как будто обрублена. У нее очень маленький рот, такой представляющий собой вертикальную щель. Но рот у нее своеобразный, у нее челюсти выдвижные. То есть в тот момент, когда рыба питается, ее челюсти выдвигаются вперед, таким образом увеличивая размер ротовой полости в значительной степени. То есть таким ртом, конечно, заглазить какую-то крупную добычу, я уже даже не говорю о человеке, хотя бы крупную рыбу, конечно, вселедяной король не может. Питается он в основном различной мелочью. Питается он крилем, мелкой рыбой, в основном молодью. Питается кальмарами, медузами, то есть добыча, которая либо мягкая, ее можно заглотить без труда, либо небольшого совсем размера. И, конечно, никакой опасности человеку она не представляет. У этой рыбы такие круглые, красивые, ну, достаточно крупные все-таки глаза. Хохол, который представляет собой удлиненные лучи спинного плавника, окрашенный в ярко-красный цвет. И вообще она очень красиво окрашена, у нее светлая такая серебристо-белая окраска с хаотично расположенными пятнами или полосами по телу. Хвостовой плавник выражен только у молоди, и когда рыба взрослеет, у нее, соответственно, постепенно хвостовой плавник исчезает. Пузырь плавательный у рыбы отсутствует, а вот боковая линия, есть боковая линия, это очень важный орган, который помогает рыбе ориентироваться в воде. Это и орган равновесия одновременно, это частично и орган слуха, то есть это очень важный орган для рыбы. А все прочие важные органы, они сосредоточены в районе головы. То есть, несмотря на огромные размеры тела, все самое важное находится рядом с головой, очень близко. И у этой рыбы есть такая одна необычная особенность. Эта рыба способна к самоампутации хвоста. Сначала ученые не могли понять, в чем причины. Нередко им встречались особи этих рыб, как уже погибшие, выброшенные на берег, так и живые, у которых отсутствовала часть хвоста, причем иногда довольно солидная часть хвоста. И поначалу они подумали, что, может быть, это следы от укусов каких-нибудь крупных хищных рыб, например, белой акулы. Но оказалось, что это не так. А эта рыба способна к самоампутации. У нас на канале есть видео, где мы рассказываем о том, как и почему ящерица отбрасывает свой хвост. И мы знаем, что эта ящерица нужна для того, чтобы спасаться от врагов. Она отбросила хвост, хвост продолжает конвульсивно дергаться, отвлекает хищника, ящерица в это время, как правило, успевает скрыться. Но с селедяным королем история совершенно другая. И до сих пор нам не до конца понятно, зачем это все происходит. Причем это может на протяжении жизни рыбы происходить неоднократно. Она может терять отдельные части хвоста постепенно. Одну, потом другую, потом третью. Совершенно это не мешает ей жить. Потому что находили особей, которые явно потеряли часть хвоста достаточно давно, более двух лет назад. При этом они себя чувствовали, очевидно, совершенно нормально, и им это не мешало жить. Есть такая версия, что, вероятно, это помогает рыбе экономить энергию. Потому что, конечно, на поддержание жизни в таком огромном длинном теле требуются достаточно большие энергетические запасы, запасы питательных веществ. Нужно это все кровоснабжать. Соответственно, чтобы сократить затраты организма на содержание такого длинного-длинного тела, вероятно, рыба и прибегает к самоампутации. Обитает эта рыба на самом деле повсеместно. Ну, кроме Северного Ледовитого океана, она встречается и в Атлантическом океане, и в Тихом, и в Индийском, и не только в тропической зоне, но и в умеренной зоне. Достаточно ее диапазон обитания широк. А если же говорить о глубине, то эту рыбу называют полуглубоководной. Она встречается и у поверхности воды, и встречается также на глубине до тысячи метров. Мы знаем, что как раз самые удивительные, наверное, самые необычные, фантастические существа живут именно на глубине. Ну, вот к таким существам можно отнести и нашего сегодняшнего героя, Селедяного короля. Эта рыба на самом деле достаточно мало нам известна. И только в 2000 году ученым благодаря развитию техники удалось эту рыбу заснять в ее естественной среде обитания на довольно большой глубине. Посмотреть, как она движется, как она себя ведет, понаблюдать за ее поведением. Оказалось, что эта рыба нередко плавает в вертикальном положении. Ее голова находится сверху, а сама рыба расположена в абсолютно таком вертикальном положении. Передвигается она очень медленно, и она к каким-то быстрым горизонтальным передвижениям не способна. Передвигается она за счет движений спинного плавника, но если рыбе нужно ускориться, она начинает делать такие волнообразные движения всем телом. И таким образом может немножко двигаться быстрее. Но все равно, конечно, ее быстрой, быстро двигающейся рыбой никак не назовешь. Размножение. Про размножение этих рыб нам также известно очень мало до сегодняшнего дня. Мы знаем, что у самок созревает довольно большое количество икринок. Эти икринки ярко-красного цвета, они достаточно крупные. Их размер примерно 2,5 мм. Икринки пиларгические, то есть самка выметывает икринки в окружающую среду, в окружающую воду. Как правило, это происходит у поверхности воды. Икринки просто, как планктон, находятся в водной среде. Никаким образом родители о своем потомстве больше не заботятся. То есть икринки должны быть оплодотворены. Ну и больше, в общем, никаких проблем у взрослых особей по этому поводу не возникают. Размножаются они раз в год. То есть несмотря на то, что они живут вроде бы в тропической зоне, где нет таких резких смен условий в зависимости от сезона, но тем не менее размножение у них происходит не постоянно. У них размножение происходит раз в год, и потом органы размножения уменьшаются сильно в размерах, и практически в этот момент в рыбе невозможно почти заметить. Не так давно, в 2019 году, случилась такая необычная история, что ученым совершенно случайно в виде прилова в рыболовные сети попались два селедяных короля, причем оказалось, что это самец и самка. Но одна из рыб погибла еще в сетях, находясь, а вторую рыбу удалось вытащить из сетей живой. Но во время транспортировки, к сожалению, эта рыба тоже погибла. Но, несмотря на это, оказалось, что и икринки, и сперма у этих животных были вполне себе в жизнеспособном состоянии. Ученые их извлекли, они прибегли к искусственному оплодотворению, затем они инкубировали полученные оплодотворенные икринки. Могли наблюдать как раз ранние стадии развития этих рыб. На 18-й день вылупились мальки. Они были небольшого совсем размера, крошечные. Эти мальки, к сожалению, долгое время не прожили. Они прожили буквально всего-навсего 4 дня, поскольку ученые, вероятно, не смогли подобрать достаточно хорошо подходящий им рацион питания, потому что, конечно, довольно сложно это, поскольку мы очень мало про эту рыбу знаем, довольно сложно понять, чем же питается молоть. И, к сожалению, пока еще нам известно лишь про самые ранние стадии развития этих рыб, но вполне вероятно в будущем подобные эксперименты с выращиванием из икринок мальков этих удивительных рыб окажутся более удачными. И мы можем понять, как же происходит развитие этих животных дальше, насколько быстрыми темпами они растут. И вообще интересно узнать, например, про продолжительность жизни. Вот эти самые крупные экземпляры, они какой возраст имеют до сих пор, пока мы еще про это ничего не знаем. В Японии ученые подобрали тоже на побережье селедяных королей, выкинутых, но уже, к сожалению, неживых, и используя современные методы, в частности, например, используя МРТ, они изучили более подробно строение головы этих животных. В первую очередь их интересовал мозг. Так вот, представьте себе рыба, которая, достигая длину 11 метров, имеет крошечный, крошечный мозг размером с фасолинку буквально. Их мозг в длину достигает всего-навсего 2,5 сантиметров. Как этот маленький мозг умудряется управлять таким огромным телом, конечно, остается еще загадка. Еще у них был такой интересный вопрос, как у этой рыбы с обонянием. Вообще, это всегда любопытно, как рыба ориентируется в окружающем пространстве, какие органы чувства у нее развиты в большей или меньшей степени. Но с глазами все понятно, глаза достаточно хорошо развиты, они довольно крупные. А вот что насчет обоняния. Долгое время у этой рыбы не могли найти ноздри. И вот при помощи МРТ все-таки эти ноздри обнаружили, и оказалось, что они находятся внутри рта. И вот если посмотреть на плывущую рыбу, которая находится в океане, она когда плывет, она все время двигает челюстями, как будто открывает и закрывает рот. И, вероятно, это нужно ей для того, чтобы в том числе и чувствовать запах окружающей воды. При помощи этого запаха ориентироваться, например, в поисках пищи, а также, конечно, в поисках партнера. Потому что рыб этих не так уж и много. Кстати, мы тоже не знаем, сколько их. Их настолько сложно изучать, они настолько редко нам попадаются, что мы не можем оценить, какова их популяция вообще в мире, сколько их, насколько часто они встречаются. То есть в этих рыбах остается для нас огромное количество загадок. На Филиппинах эту рыбу считают таким вот существом, которое предвещает бедствие. Филиппины – это островное государство. В этом районе нередко случаются цунами. И считается, что именно в это время на берегу часто, относительно часто, относительно другого времени находят выброшенных на берег сельдяных королей. Кроме того, особое отношение к этой рыбе и в Японии. В Японии она называется посланник из дворца бога моря. И в Японии тоже считается, что есть такая закономерность, когда должна прийти большая волна, когда должно произойти цунами, незадолго до этого эти рыбы выбрасываются на берег. Быть может, это так, потому что мы знаем, что эти рыбы встречаются на довольно большой глубине, и, вероятно, они чувствительны к процессам, которые происходят в глубинах океана, к тектоническим процессам, которые происходят на дне. И, вероятно, это способствует тому, что рыбы именно в эти моменты чаще выбрасываются на берег. Но все-таки ученые считают, что такой уж прямой закономерности нет. Поскольку эти рыбы выбрасываются на берег и в другое время, и, вероятно, это связано с тем, что вообще они не очень хорошо способны передвигаться в том направлении, в котором им необходимо. И какие-то сильные течения, например, или волна, они могут просто прибить животное к берегу. Ну и еще, я не сказала важно, рыба-то большая, а съедобная ли, возникает вопрос? Ну, можно сказать, что съедобная, потому что она не ядовитая. Но между тем, эту рыбу не используют чаще всего в качестве источника пищи, потому что мясо ее напоминает такое студенистое желе и не очень приятное по вкусу, поэтому часто от этого мяса отказываются не только люди, но и животные. И как источник пищи эта рыба не представляет для нас особого интереса. Но может представлять интерес в качестве такого трофея, что, в общем, на самом деле не очень-то здорово, потому что эти рыбы очень красивые, очень необычные. И, конечно, хочется, чтобы эти рыбы продолжали жить в наших морях и океанах. Кстати, они в Средиземном море тоже встречаются. Вот. А чтобы они продолжали там жить, продолжали нас удивлять своей вот такой вот необычностью. И чтобы мы, наконец, могли разгадать все тайны, которые с ними связаны. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, я закончу. Спасибо вам за внимание. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться на нас и, конечно, приходите в музей. Мы всегда рады. Всем пока.